Я напомню, что мы обсуждали, что такое так вот устраивает специальная последовательность. И выяснили основной источник, откуда они берутся. А берутся они из цифра. Ну, соответственно, алгоритические или топологические. Вот, если у нас есть какая-то цифра... Давайте теперь топологическую рассматривать. Вот, 0,21,3,10. А какая-то просто последовательность техоружных подпространств. Но есть предральная последовательность такого вида. ЕПКУ-1, где, во-первых, первый член — это относительная гомология. Ну, последовательность ЕПКУ-1, значит, то, с чего начинается цена, что эта последовательность сходится. Она с, собственно, гомологием всего Ха. Вот это последовательность, я обозначу Х. Ну, либо здесь может быть какая-то бесконечная последовательность, тогда мы говорим, что Х — это просто объединение их всех. Такой прямой предел. Вот, это... Ну, это как-то такое вот обозначение, в котором много чего зашито. Значит, зашито в нем, в частности, следующее. Значит, зашито, что... ну, такой парень, что на каждой гравировке есть квитраты. Значит, на... А... 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 Есть... А... Это означает, что сходится. А означает вот следующее. Вот здесь вот некое такое пояснение, наверное. Пересказывать прошу, я не буду, это слишком долго. Вот, но, как бы, даже... Значит, вот... Значит, у нас следующее, что... Так, давайте начнем чуть подробнее напишу. Что у нас... А... А... Значит, фильтрацию целей сингулярных на иксе. Значит, F, F, I... А... Вот, C... Ну, просто по какой-то гравировке G... А... Значит, это просто те сингулярные цепи... Так... Модуль. Например, на те сингулярные цепи, которые попадают в XG. То есть это просто F... Это просто C... 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 Вот, X... Вот, так как бы, вот. Все... Все цепи на иксе, они тоже оказываются пропитроками. Естественным образом. Вот. Так как она определяет некую фильтрацию на цепях. На сингулярных цепях XA. И мы с вами обсуждали, что как только есть такая фильтрация, у нас возникает фильтрация на Гамаловских. То есть нас как бы на... H... Да? А вот F, I... Значит, F, I... Значит, F, I... Это просто символ... Ну, как бы, я... Ну, как бы, я... Ну, как бы, это просто тип... Вот, считайте, что я определил просто вот эту группу. Значит, это под групповозгруппы. Ну, под мод. Это как бы, это просто цельный символ. Надо вот так вот воспринимать. Это больше, больше здесь, ничего. А... Значит, и у нас фильтрация... Так, и у вас тут акциональная шуфта. Фильтрация... А... Ну, имеется в виду, что фильтрация, там, на каждом... А... В каждой конкретной степени, которая, там, уважает диспенциал. А... А... Вот фильтрация на диспенциальном комплекте нам индуцирует фильтрацию на Гамаловую фильтрацию. Ну, на каждой конкретной Гамаловую фильтрацию на Гамаловую фильтрацию на Гамаловую фильтрацию. Эм... Эм... Так, ну... Ну... Ну, вот... Как... А... 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 Вот... А... А... Так... Сейчас, давайте... А... Сейчас, давайте... А... И... А... Значит, это просто... А... А... Ж... Вот... Ф... А... И... Т... Зачка... Вот... Короче говоря, у нас в каждой Гамаловии... Тоже возникает некоторая фильтрация, и относительно этой фильтрации мы можем рассмотреть присоединенные модули. А именно, значит, мы можем рассмотреть такую штуку. ГРХ. Так, давайте. ГРХ. Такое. От Х. Это сумма ГРХ. А, сумма ГРХ. От Х. Это сумма ГР. И. А. Ж. От Х. Где ГРХ? И. А. Ж. От Х. Это такой последовательный партнер. То есть как бы мы вместо такой последовательности положенных модулей смотрим на последовательность, на прямую сумму факторов. Это, в принципе, некая такая содержательный переход, то есть это не всегда одно и то же. Т.е. а вот фильтрация, она предполагает, что там все будут вложены. Да. А вот здесь вложены по какому индексу? Фиди, церемонии? Ну, вот вложены всегда вот потому, что УЭР состоит. Ну, как бы чем больше ВИ, тем больше модуль. Ну, если не видеть, видеть, как бы такое правило будет. То есть фильтрация – это вот то, что передает состояние. Так, 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 такая штука. А, так, ну и вот то, что здесь написано, вот это вот, это на самом деле некая короткая запись для такого утверждения, что есть спектральная последовательность, которая… Ну, как мы знаем, это два предъявления, спектральная последовательность – это такая последовательность. Т.е. вот тут, наверное, ФИТ, а что это? ФИТ, а что это? ФИТ, а сейчас, где? Ну, вот верхней стоимости, там, сумма… КР… А, сейчас… А, как бы мы превращаем фильтрованный модуль в грозыдованный модуль. И у вас грозы роста какого возникает за счет того, на какой позиции мы этот фактор взяли. Вот, продюсер, продюсер. Так, ну да, здесь, как бы, всегда сложно всегда путаться рынок, так. Основательное делание. Ну, вот, вот это вот утверждение, которое написано, значит, это такая короткая запись для следующего, значит, что существует, значит, спектральная последовательность, последовательность E, P, Q, R. Так, давайте я так вот… В определении говорится, что спектральная последовательность – это последовательность таких вот, значит, модулей для каждого R. В каждом из них там определен дифференциал D, R, который, ну, там, вот как-то как-то бьет по-разному, в зависимости от R. Значит, каждый следующий, для каждого следующего R – это просто гомологи предыдущего, относительно соответствующего D, R. Значит, и вот то, что тут написано, значит, это следующее, что, во-первых, E, P, Q, 1, ну, вот, вот, ровно то, что написано, значит, это просто H, P, Q, а, во-вторых, значит, E, P, Q, бесконечность, P, Q, бесконечность, это… Так, сейчас бы не запутаться, сейчас я попробую не запутаться, значит, это вот как раз, как бы, как раз предпределенный модуль на гомологиях относительно аппетрации на ней, вот сейчас только вот индексы здесь… По-моему, вот они такие, вот, как раз, 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 так, вот, H… Вот здесь холм. Вот здесь. Сейчас. Вот здесь. Вот здесь. Ну, значит, суть здесь следующая. Значит, мы стартуем с всевозможных гомологий, всевозможных факторов xp по xp-1. Дальше там чего-то такое страшное и непонятное происходит. Вообще говоря, вот с этими дифференциалами мы там кучу раз переходим к аналогиям. А в итоге мы получаем вот эту вот еплоку-исконечность. Значит, вот бесконечность получается. И в конечной штуке, мы просто говорим, что в хороших ситуациях во всех, начинает на какого-то момента каждый конкретный элемент таблицы стабилизироваться. То есть он начинает на какого-то момента перестать меняться. Вот этот вот стабилизировавшийся член, мы набираем где-то куб из количеств. И вот то, что получается, это, оказывается, некая, значит, характеристика тотальных гомологий всего пространства xp. Ну, давайте, как бы, я приведу такое наблюдение. Сейчас давайте что-то надо стереть. Давайте, вот, разумеем. Замечание такое, что если... Значит, если все модули у нас рассматриваются над полем, значит, если r... Ну, если я, скажем так, если r-поле, значит, это основное кольцо, над которым все происходит, то вот, как бы, операция перехода от... То есть от фильтрованного модуля к ассоциированному, градуированному, она вообще ничего не происходит, ничего не делает. Значит, если r-поле и... Ну, давайте, там, скажем так, поговорим, v, значит, фильтрованное... Фильтрованное... Значит, векторное пространство... r... То... Значит, g... Ну, значит, присоединенный модуль... Значит, вот, g-звездочка от v, а... Просто изомортен v. Вот, согласно? Не очень... Не очень понятно, что происходит. Ну, вот, сейчас давайте какой-нибудь пример. Вот, допустим, у нас есть... А... Декарь, следовательность вложенных векторных пространств. v1, v2, v3. Значит, это все векторное пространство. А... И вот я утверждаю, что вот это вот максимальное векторное пространство, v3. И замор... g-звездочка, это что? g-звездочка, это присоединенный модуль. Следите. А... Что? Сейчас, присоединенный... Присоединенный... Вот этот вот гр, это называется... g-звездочкой. g-звездочкой. g-звездочкой, да. Как бы сумма всех характеров. Вот я утверждаю, что v3, и заморозно v1, плюс v2, фактор v1, плюс v3, фактор v2. Вот такая штука. Ну, это как бы просто... Ну, скажем так, для конечной мерности это просто и размерности. Следите за то, что у них одинаковая размерность, а у, как бы, модулей над... у векторных пространств... Ну, это нужно, давайте вспомнить. Ну, можно там как-то, да. Я вам на изоматике, как-то повторюсь. Так иначе, вот как бы над полем жизнь хороша. А, значит... Вот у нас вот эта процедура перехода к присоединенному модулю, она, как бы, не теряет никакой информации. z, например, это уже неверно. Вот, значит, пример... значит, на z неверно. z неверно. z неверно. Потому что, вот, например, вы можете взять такую фильтрацию, значит, там стану z, по фильтрованию взять z подгруппу четных чисел. Значит, это вот она лежит здесь. То есть, это как учетные числа. Номножить на два. Вот такая процедурация есть на z. Ну, вот в нее присоединенные геразированные модули это будет z плюс z партер по z. Партер по черным чиселам. То есть, здесь вот gr, z, вот от такого модуля в данном случае будет z плюс z2. Вот, и тут вот, как бы, это не равно цеху. Сейчас. Скажите, почему это даже такой? Ну, смотрите. Вот у нас фильтрация. Как бы, четные числа внутри всех. А, да, все понятно. А вот, как бы, мы взяли нервы, еще прибавили факторы этого по четным. То есть, фактор z по четным, и получилась такая штука. То есть, она не ровная сходность. Вот. Поэтому, как бы, на z есть всегда такая проблема, за которой надо следить, что, вот, то, что мы получаем в пределе спектральной последовательности вот этой геразировой бесконечности, это, вообще-то говоря, еще не само, не само то, что нам надо. То есть, не сами граммологи x. Вообще-то, мы сортовали как раз задачи, что вот, как-то хоть что-то хочется понять про граммологию x, но, вот, на самом деле, на z тут вот такая вот есть тонкость непреодолимая, которая как-то надо руками работать. В смысле, что это будет? Ну, как бы, вот, то, что мы в пределе получим, вот, в нашей табличке, предельные члены, это будет, как бы, не сам еще граммология x, а, лишь, как бы, присоединенный мод. То есть, там вот всякие, всякие возможные, какие проблемы, собственно, с кручениями, ну, вот, в общем-то, подобного вида. Ну, давайте сейчас, как бы, сосредоточимся на, над полями, и, вообще, посмотрим, вот, как бы, что нам вот это утверждение дает. Понятно. Если вот здесь GRP, это член фильтрации, а не весьма. GRP, да, это член. Это член, даже не фильтрации, это градуированная компонента присоединенного модера. Ну, как вы здесь смотрите, здесь VIA два индекса, единство индекса, так что, как бы, здесь, просто некий тотчас индекса, в общем, должен, что-то подобное давать. Ну, вот, давайте сейчас, вот, временно забудем про вот эти заморочки, что у нас присоединенный модуль, это, как бы, не совсем то же самое, что исходный. Ну, собственно, вот в этой вот записи, как бы, эта заморочка и забывается. так, что тут мы говорим, что что-то сходится к самой, к самим гомологиям, а не присоединенным модулям. Но, просто, вот, как бы, как прочитать вот эти гомологии из таблички. Давайте сейчас на уровне, крайней мере. На, 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 на геометрический момент, на уровне, поймем, что происходит. Ну, давайте, вот, значит, нас полим. у нас получается следующее. Значит, у нас, как бы, просуммировать все вот эти вот гры, означает просто взять гомологию, Hp. И мы получаем следующее, следующее соотношение. Значит, H, а, так, сейчас, что-то переписать. H, это житая гомологиям, на уровне, это получается просто сумма по всем P плюс Q, равным G, членам вот этих вот бесконечных члено-свитеральные последствия. Ну, то есть, смотрите, что, что происходит. У нас есть наша стадичка, которая начинается с E1, и здесь стоят H0, H0, H1 H0, и относительные гомологии, H1 H0, и так далее, заполненные. Значит, это член E1, здесь есть дифференциал. То есть, сначала D1, потом возникает D2, и так далее. Дальше, когда мы долго переходим на всякие гомологии, мы в итоге получаем член E дифференциал. Дальше. Вот. Тут как-то тоже дополним оказывается. Вот. Сделали какие-то какие-то рекламные глаза. вот ну и вот собственно то, что нам нужно так, вот это вот количество действует ось C, здесь ось Q, а это последует по равному нулю, угодному нулю. Ну вот комологии самого Истаг читаются просто по диагонали. Вот как бы вот здесь в сумме, если вы возьмете все эти группы, это будет H0. А следующая диагональ вот эта дает H1. Ну вот и так далее. То есть как бы если не заморачиваться вот этими предъявленными штуками, то вот это вот утверждение нам дает такой вот итог. То есть как бы мы мы читаем гомологии просто по диагонали. Ну а если как бы вспомнить присоединенные, то получится следующее, что значит у нас утверждение такое, что на каждой гомологии есть какая-то фильтрация и вот то, что здесь написано это соответствующие факторы фильтрации. То есть как бы первый член это вот это вот это фактор первого то есть это нулевой член, это фактор первого по-нулевому это фактор второго. Это он входит и каш нолевой, когда не сходит а в сумме. Вот как бы ну а то, вас просумбировать но это вот здесь написано я почему 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 это так это значит сейчас давайте я неудачно то что было написано то написано следующее написано что так и я почему это не общий факт что я такую бесконечность я так ГРП, H, P+, U, ну, от X, A. Да, ну вот, теперь смотрите, что будет, если я просуммирую E, P, Q по всем вот таким вот, ну, в общем, если я допишу вот эту штуку, значит, сумма E, P, Q будет из конечных, это будет по по плюсу равному Ж, это будет сумма по всем по плюсу равному Ж, а ГРП, H, H, G, да, у нас по плюсу равный тоже Ж, H, G, ну, то есть там реализирую все ГР от H, вот это вот просто ГР, по определению ГР, вот, общая ГР, то есть розочка, вот, H, ага, нет, так вот, H, G, H, G, ответственно, вот, ну, и дальше, вот, здесь я надеждаю. Как бы нас спорим, это просто есть H. Так, вот это вот все, да, с прошлого, надо было, вот, надо было, вот, наверное, обратиться, важные вещи, давай теперь примерчик смотреть. Теперь я буду просто брать всевозможные иксы в качестве примера и их фильтрации. Ну вот нулевой пример. Это на поле всё. То есть только на поле вы можете вот так вот прямо осуждать. Заменять гравированный модуль на присоединённый модуль на исходный. А если нет, ну там это некое дополнительное исследование. Они всегда доставляют единение. Я правы. Ну вот мы сейчас покроем какого рода здесь могут быть рассуждения. Значит нулевой пример. В качестве икс мы возьмём клеточный комплект. А в качестве фильтрации его фильтрацию остальная. Значит вот эта у вас фильтрация. Ну давайте так вот икс и икс. Так ну давайте смотреть как будет выглядеть наша фильтрация. У нас восьмая последовательность. Настидеть смотрите, у нас THEY, ну фактор свод хp-1 Это как мы хорошо знаем букет примерных сфер. Потому что xp – это размерный отвертник, все меньшие размерности могут быть не убиваем, но, скажется, не от всех. Значит, вот в этом случае, давайте отравим на той картинке, это буду смотреть, чего получается. Значит, у нас спектральная последовательность, ну вот ее первый член, имеет что-то непривязное, только в нулевой строчке. Потому что, как бы, эти все гомологии привязаны. Ну, как бы, здесь у нас стоит просто набор точек, здесь у нас стоит букет окружностей, значит, не любого, первая гомология и какие-то есть, а в них нет. Значит, вот здесь вот люди, ну и так далее. То есть у нас вот, как бы, что-то может стоять спектральной последовательности только при q равном 0. Значит, давайте я послышу, что я q 1. А почему там везде нулево? Потому что вы берете относительные, вот смотрите, вы берете относительные гомологии, вот так, сейчас я напишу, h, это, что такое, это h p плюс u, вот xp, относительный xp минус 1. Да, это общее разделение. Но теперь, как бы, вот у меня есть такой фактор. Значит, это вот стука равна, а, так, ну чего здесь, комплекс, 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 ну, обязательно. Может быть, может, нет на целу фактора, это букет. А, сейчас, ну, как бы мы все стянули с точку в одну, даже, я понял. А, 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 ну, это комплекс, 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 комплекс. Хорошо. Сейчас, сейчас, ну... Есть ли, какие предусы, гомологии? А, вот здесь, да, спектральной последовательности нет. Почему тогда не должен быть H0, X1, X1, X3 и 0? Сейчас, вот здесь или вот здесь? Сейчас, потому что, смотрите, H1, как бы у нас относительные, они как раз вводят к приведенным от букета. Да. Значит, давайте я это напишу. Это P плюс Q, приведенная от P, B, XP, минус 1. Да, это как вот данный способ вырезания, если там такого накаплива. Да, ну а это у нас приведенная геомология от букета полимерных сфер. И эта штука, значит, равна... Так, давайте я это писать. Попробую это писать. Я думаю, что подрустим вот букета полимерных сфер. У нас равно A. Значит, чему? Либо 0, значит, при Q не равном 0. А при Q равном 0 это просто... Ну, здесь давайте с произвольным воздушем, ну, даже давайте на Z все делать. Это просто B в степени количества соответствующих там полимерных клеток. Да, сколько... Количество слагаемых в букете. То есть число полимерных клеток. Мы пока поняли, что в нашей спектральной последовательности что-то есть только в нулевой строчке. Давайте теперь поймем больше, значит, что там в нулевой строчке есть. Вот я утверждал, что вот то, что здесь написано, это по определению вот то, что называется клеточными C5. Да, это вот точные клеточные... Значит, значит, мы видим, что вот E, значит, уровень нулевой, 0, 1, это просто, так сказать, красивая, вот, значит, померные клеточные клетки. Просто группа, как группа, порожденная клетками. И можно дометить еще одну вещь, что вот эти вот дифференциалы специальной последовательности, вот они как бы D1 пока исследуют. Вот D1 бьет на соседнюю слева клетку. Вот D1 это просто вот обычный клеточный клеточный дифференциал. Дифференциал. Значит, и D1, который идет среди E0, D2, P, A, P-1, 1, это клеточный дифференциал. Вот такой дифференциал. Вот знак японка может, как он обозначается, D красивая и F, F, P, A, P, G, D-1. Вот, более-менее, опять же, по определению. Значит, я напомню, что вот эти вот D1 у нас определялись как связывающие дифференциалы Это длинная точная последовательность для таких тройок xp-1, xp-f, x. Так, наоборот только. Значит, у нас есть тройка и xp-1, xp, xp-1. Если записать для ее гомологии длинную точную последовательность, то она возникает сравнивающие дифференциалы. Это вот андин с одной стороны, это просто t, а с другой стороны, опять же, по определению, поискоглёточными дифференциалы. Вот они как раз так и определяются. Ну, не как геометрическая трактовка, как их можно понимать, но калмебарически это такая штука. Значит, таким образом мы поняли, что у нас первый член спектральной последовательности это просто вот одна строчка, и в этой строчке записывается слеточный комплект. Значит, что происходит, когда мы переходим ко второму листу. Вот давайте напишем второй. Значит, второй лист это по определению гомологии первого. Так, я сейчас все лишнее здесь поперу. Значит, ну вот там, где стояем нули, нули будут стоять. Гомологии от нули – это нули. Поэтому здесь все ими. Значит, все заполнено нулями. А на этой строчке мы получаем сточности клеточные уже разговаривали. Потому что здесь будет клеточный комплект клеточных цепей. То есть здесь будет стоять... Так, ну, а те, кто с такими... Не знаю, я помню. А, что это означает. А, что это означает. А, шемерный. А это вот здесь мы сейчас Е2. Это вот сейчас Е2. А, для наших элементов. А, что это будет? А, шемерный. АТХ. А это все в какой строчке? В нулевой строчке, можно сказать. Ну как здесь? Резодаблили, из чего обычно какие-то базовые результаты выводятся? Из того, что где-то специальные последовательности стоят нули, но, значит, если они на каком-то месте стояли нули, то, значит, на тех же позициях они будут все дальше нулями, если ничего не полезно. Когда мы движемся все дальше и дальше по листам, у нас могут только как бы уменьшаться модули. Каждый раз приходим, как называется, мы берем подмодули и берем фактор модули всегда, то есть у нас каждый раз все уменьшается. Вот, заклинаю, что у нас, значит, получилось, что Е2 состоит из клеточных гомологий, чем бы оно ни было. А теперь, значит, смотрите. Так, давайте я так где-то зафиксирую, что, значит, Е2 соответственно, это следует из Е2 так, P0 так, ну, это клеточные гомологии клеточного комплекса Е2. Так, ну и теперь смотрите, значит, там, вообще говоря, есть, бывают большие дифференциалы. Значит, D2 он там к нему бьет. Значит, вот, в частности, здесь вот на этом уже есть. Вообще говоря, есть какой-то D2. Но он будет 0, потому что, да, потому что он уже там вылезает из, значит, да, из этой строчки. Ну и все дальнейшие тоже вылезают, потому что они тоже вылезают из строчки. Вот, значит, отсюда получается вывод, что наша спектральная последовательность вырастается в Е2. Так, значит, D2 равенную, D3 равенную и так далее. Значит, следовательно, ну, вот, как бы, по размерным стандартам. Значит, следовательно, наша спектральная последовательность вырождается и мы получаем, что Е бесконечность в какую равно Е2, в какую снизу. Вот, и мы знаем, что это такое. Мы знаем, что это, значит, 0. И просто клеточные гамологии А, 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 А. А, ну, с другой стороны, вот, как бы, общая теория нам говорит, что в пределе вот эта вот вот эта вот единственная местонечность, это у нас просто обычная гамология, кстати, сингулярная. Ну, отсюда мы, как бы, получили такое доказательство, значит, отсюда следует, что сингулярная гамология не самая, а сингулярная клеточная. Ну, понятно, что это можно, там, обычно доказывать и без сингулярной техники, но это, как бы, это такой нулевой пример. Вот, как бы, вот он следует, то есть, на инспекторальной последовательности, где такой сингтар. То есть, фактически это вот как-то доказательство. Ну, тут, значит, вот здесь такое замечание. Много чего говорили по поводу присоединенности, там, про то, что присоединенный модуль не совпадает с одним модулем. Но здесь это не страшно, потому что, смотрите, вот, мы, как бы, смотрим на диагональ, мы берем диагональ, это, по плюсу, равно ж, значит, вот, и говорим, что вот эта диагональ, состоит из предсоединенных модулях h, в общем-то, вообще говоря. Вот, но здесь на этой диагонали, как бы, все нули, кроме, вот, одного какого-то модуля, который соответствует, как раз, там, p, равно ж,у, равно нулю. Ну, вот, как бы, если последовательные факторы все равны нулю, и только один какой-то не равен нулю, то в этой уж ситуации точно присоединенный модуль совпадает глобально, большим. То есть, когда у нас на каждой диагонали стоит ровно один элемент, то вот именно он, может, и будет вот этой гомоторсой. То есть, вот это, как бы, вот это вот утверждение, оно верно не только для p, но и на z тоже. Ну, возможно, они нам ничего не дали. Ну, как? Нет. Они нам дали некое понимание, как с этим ровно. Сейчас мы... То есть, знаете, вот в этом применении ничего полезного есть? Нет. Специальных, по-эффективности, не получается? Не получается, да. Ну, давайте вот, да, значит, ну, это, как бы, такой... А вот, почему мы вводили в такой знак, ведь? Изначально же было то, что после... Нет, 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 ну, стоп, ну, стоп. Следующая гомология, это, вообще говоря, непонятно, что такое. Какая-то глупа. Когда у вас вводили, надо заказать. Вообще как я говорю. Потому что, внутри, сингулярный, это, вот, и клеточный. Это спором у нас клеточный. Вот здесь, да, вот клеточный. Клеточный, это клеточный. Это клеточный. Это клеточный. Просто, вот, по определению вот этого Д красивого. Ну, вот, Д красивое. Так вот, у нас по определению. Такая... Четочная трепель на иксера. Это... Ну, это клеточная трепель. И вот, он говорит, глупо, она так же на трепель. Я не знаю, что это изменение, потому что из него трудно что-то доказать. А... Водится вот так, что ТП от икс по определению. Это... Аж... 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 Ну вот как бы вся эта вознялась, фактически нам это не заказка. Почему эти клетки не фенцапы? Там какие-то клетки... Он ровно по определению, клетки не фенцапы, именно такой. Ровно такой, как диктал. Ну, как бы, да. Обычно это рассказывают для всяких специальных последовательностей, а можно использовать длинные диаграммы, что-то склеивать, а потом, кстати, в языке стоит длинные диаграммы. Тут это, как бы, просто все шин-то вот. Так, ну, хорошо. А теперь... Ну, вопрос. Вот это доказалось. Домология — это не единственное? Ну, нет, ну, вообще, начните. Ну, тут, как бы... Нет, ну, единственная демология — это, как бы, такое... А это, как бы, там есть, конечно, свидетелья о том, что гомология видит, или... Да, но есть эта фактика, где каждая церковь не основывается, знаете, там, по-другому, в принципе, на интернете. Вот. Ну, а там, в принципе, правильно. На самом деле, я сейчас так скажу... Вот это вот я как бы дезакратисто скажу. Ну, вот всякие там эзоморфизмы, например, почему... Почему, там, инкогомология Дерама, как не классная симуляторная гомология, он... Вещательно некористенциями. Это тоже, на самом деле, можно легко, там, доказать с помощью спектральных последовательностей. И там тоже указывают какие-то вот такие спектралки, которые, типа, там, в одной строчке, что-то стоит, а другой строй... Ну, во всей прочей подлительной... То есть, вот, почти все эти теоремы, их можно вывести, там, за пару действий из спектралок. Это, как бы, вот такой самый базовый пример, который, прямо, полезный. Но, в целом, в целом, в общем, много спектральных стерей выходят из, каких-то, свойствых спектральных последовательностей. Ну, это, как бы, да. Это, где-то мы все это так познаем, прекрасно. Здравствуйте. В общем, что вообще происходит спектрог. Давайте теперь спектральную последовательность спектр... ...сотрем здесь... ...сотрем здесь... ...посредовательность... А, значит... Ну, пока гомологического... Ну, там, она... ...более интересная... ...колько гомологическая спектральная последовательность? Ну, про это поговорим... ...посредовательность... ...сотрем здесь... ...сотрем здесь... ...клеточный комплект... ...ну, там, какой-то, какой-то... ...сотрем здесь... ...ну, в принципе, можно считать, что все клетчное... ...это... ...но это, по-моему, здесь не то, чтобы очень важно... ...это... ...это... ...либо... ...как-то называется... ...пол-магминусо... ...сотремная группа... ...привиально действует... ...на гомология... ...сотрем... ...значит, ну, давайте я напишу так... ...наиболее общество... ...это... ...пи... ...пи... ...один... ...в... ...привиально... ...действует... ...на... ...гомология... ...гомология... Давайте вот, вот само... ...отображение ...проекции ...начим делать... ...эмм... 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 ...хорный вопрос! Эмм... ...это...это...это...это...это...это...м...это... ...это...а verbessь...м...это...это...это...это...это...вот...is...вот....introduх... ...'меня...Bravo... ...дэто...по... ...ник...ято так... ...это...abs'Don... ...elle... ...что...atamente... ...что... ...бирше... ...что... ...на...на...на...на...на... crec-то... ...так-то так говорить... Вот у нас есть какая-то петля в B, но над начальной точкой этой петли у нас есть слой. И мы пользуемся свойством продолжения, как это называется, поднятия гомотопии. То есть когда мы вот эту вот точку, что двигаем здесь, то мы можем, как это делается, срочно так говоря. В общем, каждый раз, когда мы переходим в близкую точку, у нас возникает некое поднятие, значит, слой на этой точке отображается слой на близкой точке. Ну вот так вот это тянем, но оно как бы не совсем однозначно, строго говоря, но в точной даграматопии однозначно все. Мы вот получаем такое отображение сквозное, мы как бы отсюда переходим к слой на близкой точке и так далее, тянем, 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 проходим перед по клею, в итоге у нас получается отображение слой на начальной точке в него же. Отображение как ухода, оно вообще говоря не означное, но с точки зрения гомотопии... Это не зависит от гомотопического... Да, это не зависит от класса петли. Вот, в итоге у нас получается класс гомотопии отображения слой в слой, и мы переходим к гомологии. Вот, утверждается, что там на гомологиях есть артериальные. Это не совсем строго, но я бы сейчас более с тобой это не скажу. Там это как-то опирается, может, просто на свойства как поднятия гомотопии уже освоения. В общем, ладно, сейчас я точно не готов ответить, но на самом деле можно просто для простыточной, что просто односвязано, понимаете? Это уже интересно. Ладно, теперь мы введём следующую фильтрацию на XER. Значит, у нас есть клеточная фильтрация на базе. Ну, опять же, для простыты, как давай на B-конечно-мерная пусть будет, но может быть и конечная какая-то из почек. А мы её просто поднимем. Ну, рассмотрим право образ каждого острова при отображении из B. У нас получается XN. И далее XN. Ну, есть везде. Вот это отображение P. То есть у нас просто по определению XP это прообраз. Так, ну, не так вот труба, одноэтажный. То есть прообраз B на B. Соответствующего клевочного опуска. А вот так мы рассматриваем специальную фильтрацию на тотальное пространство расстояния. А, сейчас я буду картинки какие-то рисовать. Стоимость, а как P 1 от B? А, тут же стало много. И P 1 от B? Ну, вот мы идём, а тут реальный действие. Регальный действие. Нет, это требуем. Вот, теперь я для этой концептной сентрации напишу специальную потребность. Что у неё будет в ИД-1? Значит, ну как раз, что ИД-1 за пул, это А. Сейчас мы сняли своим. Ну, мы сейчас по-потальной, мы смотрим только на по-потальной. Сейчас только на этой концептной сентрации. Ну, это всё. Ну, вот, значит, вот что такое, что происходит? Вот у нас есть база просвоения, а тут какое-то разбиение на клетки. И у нас над каждой точкой лежит F. Сейчас у нас есть само X. Вот это вот X. Значит, у нас получается, что там X0 это будет вот такая последовательность, ну, объединение правообразов точек. Ну, вот подтверждается, что есть следующая цепочка. Значит, давайте я напишу, что вот эта вот, эта гомология, это у нас. Так, ну, вот, носить межгомологию здесь в порядке Xp-1. Значит, утверждается, что нужно взять все померные клетки на базе, значит, и по ним взять в сумме. Так, это может на сумме, значит, по всем 7 клетками базы, так да, клетка размерности F, а сумма таких вот штук. Настаж F плюс U. Вот, клетка умножить на слой, относительно гравит по клетке у нас на слой. Просто вот, над каждой клеткой у нас, а теперь отсюда на троне, сумма по всем клеткам. Вот, как бы, вот у нас вот все вот эти вот клеточки. Опять же, мы скажем X1 по X0. Что такое этот факт? Ну, вот это нужно, ну, нужно для каждой клетки взять, ну, по образу. Все таки? А, все таки размеры, а, это прям совсем? Да. А компакторы? А, ой, да, здесь есть факторы, мы с тобой написали. На самом деле, я не уверен, что этот кусок формулы нужен, возможно, это лучше было прямо вот отсюда. Ну, давай так, скобочек возьмите. Скорее, я, вот, более геометрически понимаю, что просто, ну, вот мы берем, значит, когда мы берем относительные гаммологии Xp, ну, у нас возникают вот такие вот куски, клетка, клетка умножить на слой, ну, как бы прообраз клетки, относительно прообраз границы. Вот, но я считаю, что клетки достаточно мелкие, а каждая клетка сама по себе стягивает, но, ну, как это называется, регулярное клеточное разбиение. Поэтому, как бы, на втреткой расстояние отеля. Сейчас. Я думаю, что это из какого-то базового свойства заморозки светит. Сейчас. Сейчас. Подумаем. А. Что здесь, типа, похоже, там, у них поиск и не имеют. Не, ну, в общем, мне хочется сказать следующее, что, если, вот, как бы, если я просто авторизую, стянул X по минус 1, то это то же самое, что вот в каждой форму стянуть вот эту штуку, а потом взять букет от них от всех. Ну, вот, как бы, вот здесь вот, если я всю эту лесенку стягиваю, у меня, это будет то же самое, что букет, ну, вот, как бы, беру одну такую штуку, стягиваю границу, беру такую штуку, стягиваю границу, а, и так далее. Вот, например, по номере букета, потом можно, можно вывести, что-то, например, по делу. Вот здесь, из-за марфизма. А клеточка у нас, у нас компактная или клеточка? Клеточка, клеточка у нас, ну... Ну, это клеточка, у нас каждый размер с конечной количеством. Ну, давайте считаем, что конечная, да, из-за каждой размерности, да. Хотя, я думаю, что это, в общем-то, не должно быть очень правильно. Ну, пусть, да, пусть будет конечная, значит, так, из-за бесконечной области. Бесконечного, да. Я главное требую, чтобы каждая клетка, чека, была достаточно маленькой, чтобы над ней, вот, всё рассвоение было привязано, как бы клетка сама по себе стягивается. Если там не происходит каких-то отрисплений хитрых, там, это выполнено автоматически. В общем, у нас получается вот такая вот сумма. по-другому, ну, вот, дальше я это просто так. Я говорю, что это здесь... Так, давайте, потом тут попал, вот, запишем. А... Так, и записать мне нужно как-то так. Значит, сумма по всем клеткам. Размеренности P. Так, вот сейчас я воспользуюсь... Так, чем мне здесь надо воспользоваться? Формой чему-то надо воспользоваться. Так, ну, давайте я опять напишу, чтобы не платить индекс, если напишу так, что это, потому что звёздочка вот сигма относительно границы, здесь снимаю. Я выбрана A звёздочка вот P. Да, как бы я просто, ну, вижу, что здесь есть дерев, множество или не тот же, значит, у меня есть такой, как бы, относительный майор где-то. Где сумма вот этих вот звёздочек должна быть равна P-прыску. Ну, это понятно. Так. Ну, теперь смотрите, значит, ну, что такое вот это сигма по границе сигма? Ну, сигма — это просто, как примерный шар. Это его граница. Значит, вот эта группа нетривиальная, только при P, когда вот эта звёздочка равна P. Согласны? Значит, вот как бы вот здесь, в этом случае здесь возникает Z, как бы она просто исчезает. Давайте посмотрим, что здесь просто должен быть P, значит, эта звёздочка должна быть равна P. Просто потому что во всех остальных случаях вот эта группа наливает. Вот, а вот в этом случае она просто равна Z, Ну, значит, это как бы кто-нибудь поможет не убрать. Так, всё-таки, наверное, потребуется. Вот, концентуально это означает следующее. Концентуально это означает, что… Значит, смотрите, у нас как бы над каждой клеткой мы повесили группу гомологии слоя. Это означает, что наш вот этот вот ЕПУ-1 оказался просто равен клеточным цепям базы. Значит, у нас клетки пробегают по базе. Значит, клетки поверные. Мы берём сумму во всех поверных клетках. Это значит, это клеточная цепляя базы, но с коэффициентами группы гомологии слоя. Вот как бы, когда мы рассматривали просто клеточки, в это клеточное распределение у нас, как бы, из-за того, что там были Z, там были на стенах. А здесь вот что-то такое неприятное. Вот, но это вот как бы именно сами вот эти модули, этот У1. Ну и утверждается, значит, утверждается, что цепи... Сейчас, ну, как бы, что такое... Как... Ну, а теперь чуть-чуть уровень строгости у нас понизится, но как можно понимать клеточные цепи В с коэффициентами в чём-то? Значит, ну, мы просто берём свободную группу, порождённую всеми цепями. Ну, как бы, на каждую клетку размерности П мы навешиваем вот эту группу КСЦ. Вот именно это здесь и происходит. На каждую клетку навести вот такую группу. Вот. Ну, вот, как бы, некий снижательный момент, который надо, конечно, как-то там более строго обосновывать, но это я сейчас делать не буду. Это возображение, что дифференциал D1, который в спектральной последовательности, образуется, значит, Е как У1 до ЕП-1. Вот он совпадает с... совпадает с... гомологиями... с... дифференциалом клеточным. Вот таким вот, значит, клеточным. D клеточным. Который бьёт из Cp. Базы с коэффициентами в Ашку Ср. В Cp-1. клеточным. Угу. Дaminимый бьет. Угу. Идем одну сумочку. Продолжение следует. Ставлю Дэнчук. Отличный. Танец. Вот, тут вот есть некая хорошая штука, которую, по-моему, традиционно во всех таких базовых книжках того, как Рукомахатин, я тоже так сделаю. Утверждается такое, смотрите, у нас вся эта выкладка была проделана, ну вот сейчас, вот эта выкладка проделана была на каждой клетке по отдельности. То есть мы над одной какой-то, вообще у нас как-то растворение может быть странно, но над одной клеткой значит растворение просто представляется как материальное воспроизведение. Я думаю, что детки нахер. Поэтому вот, как бы, вот множество, которое мы здесь вынесли, он вообще, говорят, для разных клеток разный. То есть когда мы, как бы, на одной клетке, у нас одни гамазоны, на другую клетку мы пришли, у нас, общая, говорят, они други. Но задерживается, что их все можно отождествить с одной универсальной игрой за счет реальных действий PID. То есть на самом деле все это корректно, и на самом деле все эти штуки, как конкретно то, что здесь написано, надо дописать проще. А именно то, что здесь написано именно за счет того, что HQATL можно считать одной фиксированной. Не своей на каждой клетке, а единой. В целом небольшая беда, если она в еде своя, но тогда надо принять что-то такое. Кручки всякие, системы коэффициентов, когда как раз на каждой клетке какая-то своя группа. Но так или иначе, вот мы сейчас такую вещь поднимем, что у нас первая страница спектакля состоит из вот таких вот групп. Давайте я нарисую примерно, чего происходит. Так, немножко больше места. Сюда у нас будет, а шашка. Ну, может быть, банды. А, цель может быть, банды. Стоять и один. Стоять и один. Ну и дальше вот оно там поехало. Вот, ну это вот то, что мы сейчас осознали, так, из вот этой вот выкладки опять. Но интересно, что теперь мы можем как бы перейти к гомологии, перейти ко второму тесту. Тогда, как бы поскольку у нас пеходифференциал просто совпадает, он, как говорится, и оризонтально просто совпадает с клеточным дифференциалом, то когда мы перейдем к гомологиям, то есть когда мы перейдем к Е2, у нас просто все заменится на гомологии. Ну, клеточные сейчас, мы-то уже знаем, что они... Значит, Е2... Так, давайте я напишу, тут будет H1. Это H, P, B... Да, значит, так. Сейчас будет H... H1... Ну да, то есть, как бы вот отсюда следует, что Е2, H2, это H, P, B, 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 с коэффициентами H, Q, H, C, B. Вот, это уже само по себе довольно красиво и приятно. Значит, ну... Так, ну давайте сейчас какой-нибудь примерчик из головы, что-нибудь... Ну, сейчас надо брать это произведение, а с вами будет, значит. Я просто подведу итог того, что мы сделали, иначе существует спектральная последовательность сера. Следующего вида... Значит, Е... Вот тут я это напишу так... Е2, F, Q... Это H, P, от базы... Коэффициентами H, Q, от слоя... И она сходится к H, P+, от тотального процесса. Ну, опять же, во всём том смысле, которое раньше уже не было. А там... Е2, F, Q, бесконечность, она что? Ну, Е2, F, бесконечность, она какая? Вот дальше, как бы, вот дальше уже возникает некое нитридальное исследование, которое, как бы, может быть простым, может быть очень сложным. Для этого, единственное, что мы знаем... Вот, как бы, какой вынужден. Ну, давайте, как бы, сразу некое замечательное. Ну, то есть, мы пока получим просто, что мы знаем Е2. Да, мы знаем Е2, мы знаем, что в итоге мы к чему-то приходим. Но из этого сейчас давайте я пару слов скажу всё-таки, что из этого получается сразу. Сразу, ну, давайте, давайте, давайте так, значит, замечательно. Значит, опять же, над полем, значит, над полем, у нас есть теорема об универсальных тресцентрах. Крестцентрах, которая говорит, что вот эта вот, вот эта вот штуковина, B, H, значит, гомология B с крестцентрами, гомология F, это платокендерное произведение. H с гомологией B на группу крестцентра. Вот, то есть, как бы у нас второй членский тресцентр, это просто вот такое тендерное произведение по компонентной гомологии базы на гомологии 40. Ну, давайте сейчас какой-нибудь примерчик. Так, сейчас, чтобы топ были наград. Ну, какой-нибудь такой пример. Значит, пусть X тотальное пространство, а распроение надо, так, чего-нибудь такое хитрое. Ну, давайте, допустим, нам надо F3 подсвоим F3. Вот. Я не уверен, что они там какие-то нетривиальные, но пока так. Давайте, а так мы просто сейчас покажем эти примеры. Кстати, давайте даже подсвоим F5. Ну, вот я утверждаю, что тогда у х гомологии будут такие же, как у просто F3 умножить на F5. Возможно, прямо оно и есть F3 на F5, это я сейчас не знаю, но сейчас, по крайней мере, на гомологическом уровне. Давайте исследуем, что такое F. Ну, давайте напишем E2. Вот, согласно утверждениям. Значит, E2 у нас тут стоят группы, ну, вот эндерное определение. Hp от 2b, значит, Hp от F3 умножить на Hq от F5. Ну, значит, здесь что-то стоит в углу 0, ну, понятно, здесь вот, как бы, при парам 0 и фурам 0 здесь стоит H0 от S3 умножить на H0 от S5. Это у нас Z. Потом у нас тут куча злые всяких, значит, у нас на позиции 1 будет, ну, при P равном, при P равном единице будет 0, потому что, там эти гомологи зануляются, здесь снова будет 0, а здесь будет Z. Вот, аналогично по гостикамеру. У нас, как бы, это вот полезно. Вы помните, что у нас база всегда идет по горизонтали, откладываются, как бы, гомологии базы, по гостикамеру гомологии слоя. Ну, дальше это просто перемножаются. Значит, вот здесь гомология слоя у нас. В P равном единице это 0, P равном единице это 0, тут 0, тут 0, тут 0, а тут Z. Значит, это, 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 0, нулевая драмология S3 умножить на 5-е драмологию S5. Вот, ну, и здесь еще есть, вот этот вот квадратик. Давайте я полную систему написал. Здесь тоже выглядит. Вот так вот у нас выглядит член Е2, чтобы здесь для ныне не было. Вот, теперь мы внимательно смотрим на эту затычку и видим, что здесь, ну как бы вообще говоря, должны быть какие-то дифференциалы, которая D2 у нас, например, бьет вот таким вот образом, D3 бьет вот таким вот образом, но мы видим, что здесь просто вот по соображениям такой геометрии не может быть дифференциала, который из чего-то нетривиальное бьет во что-то нетривиальное, он всегда либо из нуля, либо внуль бьет. То есть вот эта вот D, например, она бьет сюда, либо сюда, но дальше уже все нули, ну и там аналогично все прочее. Вот как бы здесь мы видим, значит, видно, что A, D2 равно D3 и так далее равно му. Просто вот по соображению того, как дополнена наша табличка. Почему мы этим тендером умножаем? А, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. А, ну, да, ну, сейчас, ну, здесь формула Атинеза тоже применима, потому что здесь модули свободные. Вот, сейчас, вот здесь вот такой лопашку от F, гомологии слоя, это у нас Z при любом случае. Ну, сейчас, чтобы менять коэффициенты, это же эти, универсиальные коэффициенты. Вот я и могу в универсиальных коэффициентах. Ну, вот, как бы, если у нас вот этот модуль свободный, то он просто выносится... Ну, да, здесь, поскольку конкретно у этого, в этой ситуации, где могу, здесь хорошее условие, вот, получается, получается так. Вот, и как бы здесь, получается, почему мы здесь едем? А, ну, смотри, вот скажем, вот это вот, по общему соображению H1 от базы умножить на H0 свой. А H1 от базы – это 0, потому что база – это стена. То, что хватит где-то 0, означает, что здесь прямо арестовывает. Ну, 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 и так далее. Вот, это как бы, она такая очень радость, вот здесь, ну смотрите, здесь стоит h3 от f3 умножить на h0 от f5, тут нули потому что h1 от f5 равно нули, значит эти строчки тоже все убиваются, а вот здесь стоит h3 от f3 умножить на h5 от f5, вот, ну тоже как. Так, ну, теперь, а, значит, отсюда, чего стоит, отсюда отмеживает, что я, не знаю, я бесконечность h2, а, ну это вот просто h2. Вот, и это есть ту драмологию, давайте напишем драмологию. Вот, и теперь, значит, как нам теперь гомологию самого х3 от f5? Вот, и теперь, значит, как нам теперь гомологию самого х3 от f5? Ну, значит, вот, из того, что я бы сказал, следую, что здесь просто е бесконечность можно поставить, и, как мы уже поняли, значит, в члене е бесконечности надо смотреть по диагонали. То есть вот на диагонали, когда сумма координат равна нулю, значит, это будет h0 от x, от нашего потального пространства. То есть вот мы поняли, что h0 от x равно за это, это не очень, конечно, интересно, но тем не менее. Дальше, как бы, h1 от x это будет, значит, надо смотреть на вот эту диагональ. Вот это и это. Ну, как бы, здесь не совсем сумма берется прямая, здесь надо понимать, что вот это вот, это присоединенные модули. То есть в h1 там есть некая фильтрация, у которой нулевой член это ноль, и факта первого по нулевому это тоже ноль. Ну, значит, отсюда просто видно, что h1 от x равно ноль. Короче говоря, если у нас по диагонали все нули стоят, то у нас просто соответствующая гомология x-а ноль. Вот, значит, что тут интересного происходит? Какие диагонали интересуются? Ну, вот, очевидно, интересное происходит вот здесь вот. Вот это вот диагональ соответствует h3 от x. Вот это вот диагональ соответствует h5 от x. А вот эта диагональ соответствует h8 от x. Причем это будет в точности 1, потому что на диагонали единственная, если реально стоит какая-то группа. Она как-то означает, что вот эта диагональ и все факторы кроме там одного триллиарда. Ну, это значит, что просто вот она и есть просто тут написано. Ну, вот. Сюда мы, значит, получаем вывод. Представляете она? Значит, в итоге мы получили, что h1 от x равняться z, если диагонали 0,3,5,8 и 0 иначе. Ну, что уже принято. Чтобы мы поняли, что у всех таких рассвоений s… Кандидатов не было. Ну, как бы они там есть. Собственно, вот конкретно этот пример пришел на ум. Вот почему. Значит, там, по-моему, даже была какая-то знача, но там задача более общая. Так что я думаю, что я не сильно ее пополю. Но, значит, преследование унитарный клуб такое получается. У нас есть, значит, специальная унитарная… Так, специальная унитарная группа… С… У… Сколько там надо взять… СУ-3… Ну, вот… Можно организовать такое рассвоение… А, здесь наоборот… Значит, здесь… Мы, если возьмем первый столбец этой матрицы, мы получим отображение на с 5. А СУ-2… Вот. А СУ-2 – это просто трёхмерная сфера. Наоборот… Ну, вот, как бы, мы такие же рассвоения можете привести в случае, когда, это, на спинт рассвоение на с 5. Вот. Вообще говоря, как бы это рассвоение какое-то нетривиальное, но, скорее всего, я вообще сходу не скажу, но мне кажется, что оно нетривиальное. Но, вот, тем не менее, гомологию тотального пространства можно посчитать с помощью того техники. Вот. Ну, к сожалению, там, в дальнейшем, для дальнейших, я с уверен, там, в конкурсовные соображения нужны. Вот. Ну, в общем, есть у нас вот такая вот последовательность цера, чтобы считать, там… Чтобы считать гомологию… Какой слой? Да. Пространить… Да. Давайте теперь сейчас, чтобы… Ну, наверное, да, гомологические… Гомологические… Ну, я просто пока скажу так, что, в принципе, гомологиями можно делать всё то же самое. Там, там, все стрелочки будут в другие стороны направлены. Сейчас, если там дефренталы будут, как бы, бить… Первый дефрентал будет бить вот так, вот второй вот так, вот там и так далее. Профитов гомологических больше, потому что в гомологиях у нас есть умножение. И умножение можно, значит, встраивать в спектральную последовательность. То есть тут опять же какое-то такое длинное определение, не то чтобы очень содержательное. Ну, вот, что такое умножение в спектральной последовательности? То есть там, последовательность операции на каждом листе такая, что там каждая предыдущая… Там каждая предыдущая индуцированная из предыдущего, и оно там всё к чему-то сходится. Важно, короче говоря, что на уровне гомологии вот вся, как бы, общая конструкция спектрологов позволяет встроить ещё и умножение. С помощью умножения можно какое-то дополнительное информацию с этого вообще спектролога. Вот, но давайте это сейчас мы трогать не будем. А лучше я сейчас ещё один пример приведу, тоже такой интересной последовательностью. Тем не еще один пример. Важно! Допустим, у нас есть какое-то пространство AX, достаточно хорошее, например, клеточный комплекс. Я как-то всегда привык работать с клеточными комплексами. Пусть будет клеточный комплекс, и, допустим, у него есть какое-то конечное покрытие, ну, какими-то подмножествами, значит, тоже хорошее. Значит, объединение полки на, так, ну, скажем, от единицы до M, а какие-то множества U. Значит, я буду считать, что эти, ну, I — это клеточные подкомплексы. Ну, либо, либо еще рассматриваем эту ситуацию, когда это все просто там открытое множество, то есть там еще есть такая вот такая открытая версия, В общем, это значит, что надо допустить какие-то совсем там фрактальные, страшные штуки, надо, в общем, не кресетку. Вот, я хочу, как бы, по информации, по информации об уидах и всевозможных их пересечениях, как бы, склеить информацию об X, ну, граммоводическую информацию. Вот, и это я сейчас и назовусь. А, значит, вначале я ввезу такую штуку, которая полезна сама по себе, значит, мерз покрытия. Значит, мерз покрытия. Симплециальный комплекс на множестве вершин M. Вот M — это у нас количество элементов покрытия. Я, как бы, на множестве элементов отвожу симплециальный комплекс, у которого симплексы, на самом деле, те решения, для которых соответствующие обуи пересекаются. Значит, симплециальный комплекс на M, у которого, значит, такое что? Какой-то набор индексов симплец в... Так, я его как-нибудь обозначу сразу. Вверх. Пусть то и будет A. Значит, это симплец K. 2, тогда я только 2. 2. Ну, E1, тогда я вновь M, у них нет аккаунс. То есть, пересечения не просто. Эм... Так, теперь... Эм... Это, собственно, подтверждение о спектральной непосредственности мегара. Существует экстрамент с экстраментами, пока это будет аналогический аналог. Симплекс на пересекающееся множество. Существует множество множеств. М это множество конечное обозначает. Какой этот симплекс связан с уитем? Я говорю, что такой набор вершин образует симплекс, если соответствующие уиты пересекаются. В каждом уитом забираем точку и дальше, если какие-то уиты пересекаются, мы натягиваем отрезок. Здесь все три не пересекаются, поэтому треугольники, наверное, не натягивают. Ну и сейчас чуть-чуть похоже я скажу, почему это такая важная вещь, именно эти нервы. А пока сейчас сформулирую теорию. Теорема будет такая, что существует центральная последовательность, которая будет сходиться к гомологиям XA. Давайте я сразу это напишу, чтобы было понятно. Значит, что это не просто. Ну, там, наверное, сходится к гомологиям. Так, каким гомологиям? Так, искупим гомологиям XA. Так, искупим гомологиям XA. Ну, коэффициент же это самая общая. Ну, или любая эра. Я не буду писать. Она, наверное, для любых моделей существует. Ну, вот, как бы, а первый член ее... Значит, вот это вот то, к чему мы хотим прийти. А первый член, он выглядит таким довольно прихотливым образом. То есть, это U1, это сумма шкуток гомологии. Стоит плюс один кратных пересечений ушек. Всех возможных. Значит, U, B... Да, U, так сказать... У1, так и... 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 П плюс один пробегают по всем, как бы, поисимплексам нерва. Значит, U1, И... плюс 1 то есть как бы это всевозможная подмножность пересекающейся подмножки я делаю всевозможные пересечения ну там нужной красности, которая дается первым вот этим вот индексом грудь и замолки так, давайте декоративно ну то есть в первом столбце у нас стоят просто гомологии самих этих множеств уитых то есть тут будет сумма нулевых гомологий всех уитых тут сумма первой гомологии значит здесь будет сумма всевозможных гомологий пересечения ну дальше пойдут тройные пересечения дальше пойдем но при этом, разумеется, я перебираю только те пары, тройки и так далее, которые пересекаются то есть для которых вот эта вот нутимая штука не пустая наверно там можно немножко покрутить и формализовать чтобы избавиться от этого условия но удобнее тогда и так далее вот это вот периодит специальной последовательности аудитория сам вот теперь, ну вот как бы этого нам мало нам хочется еще понять хотя бы как первые дифференциалы выглядят иначе от этого вообще никакого не надо то есть вот как бы общая суть специальной последовательности то есть то уж хотя бы второй член вы должны хоть так-то умеете описывать иначе это все как-то без толку показывается ну вот поскольку когда вы описываем второй член нужно записать дифференциалы на первом члене вот я сейчас где-то здесь отдельно напишу и b1 b,3 b,3 b,2 b,1 b,1 b,b,b,1 b,b,b,1 b,1 Сумма, почему именно я могу дотехать, это все непонятно. Смотрите, у нас, как бы, P плюс 1 кратное пересечение, это нечто меньшее, чем P кратное пересечение. Тогда нет, может, все-таки ингекса лучше было, оставить я. Короче говоря, как бы, когда вы пересекаете P плюс 1 множество, у вас получается нечто меньшее, чем когда вы пересекаете P, у вас есть естественное вложение. Сколько плюс-минус? Вот, плюс-минус, сейчас я это объясню. В общем, сейчас пока я хочу сказать, что у вас, как бы, здесь, ну, вот, как бы, в каждой следующей ячейке стоит гомология меньшего множества, которая лежит, ну, как бы, в нескольких множествах отсюда. То есть у вас есть, например, у 1 пересечь, у 1 пересечь, у 2 пересечь, у 3, вот, у него есть естественное вложение в у 1 пересечь, у 2, есть естественное вложение в у 1 пересечь, у 3, есть естественное вложение в у 2 пересечь, у 3. Плюс или минус зависит от четности P? Плюс или минус определяются так же, как при определении симплециальных гомологий, там вот как бы, там нужна некая четность, сейчас я напишу, ну, это зависит, это некая формальная штуковина, на самом деле, она зависит как бы от порядка вот этих вот эмок. То есть, смотрите, сейчас расскажу, ну вот, например, вот у вас есть отображение в гомологии этого множества, гомологии этого множества, здесь, ну, как бы здесь не достает третий, значит, как бы третьего множества, третий по порядку идет, сейчас вот как бы, один, два, третий, значит, третий нечетный, поэтому здесь, по-моему, множество надо поставить. Тут мы вычеркнули второе множество отсюда, значит, здесь будет плюс, здесь мы вычеркнули первое множество, здесь минус, ну, по-моему, вот как-то так, так это нужно делать. Ну, вот как бы, вот если вы возьмете, почитаете, как определяются, что такое симплециальные гомологии, вот самые простые, которые самые базовые, когда там случаются все это, вот, там тоже возникают некие знаки, там, в зависимости от того, какой, как принадлежит свой опустили. Ну, вот, вот эти вот знаки определяются так же, как при симплециальной гомологии, вот, а сами отображения, это просто то, что инфицировано включением множества. Вот, то есть это как какие-то такие довольно навороченные штуковины, но, тем не менее, иногда это позволяет чего-то посчитать, значит, такая специальная последовательность. Я, наверное, повесняюсь, откуда она берется, не буду, скажу только, что она действительно берется из некоторой ситуации, ну, там, не самого икса, а чуть более общей штуковины, там, гомотомического по пределу. Ну, это сейчас мы не мыслим на торогах, не успеем. Ну, давайте сейчас какой-нибудь из этого извлечем интересный вывод. То есть, вначале некое, опять же, ценное утверждение, утверждение оценленное само по себе, которое доказывает вообще без всяких, там, неспективных исследовательностей, чисто гомотопическими методами, снижает и нервами. Значит, утверждение. 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 Значит, это полезно всегда иметь в виду, чтобы понимать, зачем нужны нервы. Вот это не замечало. Значит, допустим, допустим, что в покрытии в облачном покрытии все не пустые пересечения множество УИ, ну, всевозможные, там, попарные, стражные, сами по себе УИ. А если они не пустые, то они стягивают. Ну вот, картинка была нарисована. Вот. Вот у меня X это будет объединение вот этих вот кружков фрилеров. Значит, ну вот здесь как бы, каждая УИ само по себе стягиваем, и их пересечения тоже стягиваем. Чего-чего-чего-то такое стягивается. А, так вот, нервы ему утверждают, что тогда X гомотопно своему И. Ну, вот здесь вот действительно как бы объединение нет, какая-то толстая штуковина, но видно, что она гомотопна на нерву, у которой есть граница тренировки. То есть, вот изначально эти вот нервы, они нужны были для того, чтобы из каких-то там сложных пространств, ну, если есть какой-то сложный, непонятный пространств, то вы его покрываете чем-то хорошим и берете нервы. То есть, если специальный комплект, то у него там вся теория построит. То есть, специальный комплект – это вещь хорошая. Ну, собственно, вот, как бы, через нервы определяет такая там австрактная вещь, как гомология Чеха. Ну, вот это, как бы, все надо иметь в виду. Пусть это изучают когда-нибудь. То есть, гомология Чеха не имеет такое отношение к нервам. Тем не менее, я прямо это такое очень австрактное, полезное, мне кажется, утверждим. Вот. А я сейчас хочу пояснить не юностому, а его гомологическое аналог. Или тут он гомиоморф. А, гомотокс, да. А, нет. Вот тут видно, что она не гомиоморф, но вот гомотоксический то же самое. То есть, как бы, каждое множество может заменить на точку, а, соответственно, пересечение там на синдекса. Это необычная вещь. Вот. Гомологический аналог будет такой. Значит, гомологический. Гомогическая, вот. А, думаю. А, значит, допустим, что в покрытии все непустые пересечения пересечения множеств элементов покрытия, множеств УИ. А, на этот раз, как бы, не стягиваем не гомотокные точки, а гомологичные точки. То есть, значит, имеют, имеют имеют гомологии гомологии точки. А, ну тогда, как вы думаете, что он свершен? Гомологии, ребята, там удается. Да. Значит, тогда гомологий истат попадает в гомологии, наверное, ядра. Значит, тогда, да. А, ну, давайте это докажем. Значит, смотрите, мы смотрим на спектральную последовательность на аэровни пробеса. Смотрим внимательно, значит, что нам условие говорит. Суэр говорит, что всевозможные пересечения, которые не пустые, то есть, которые соответствуют, как бы, симплексам нерва, имеют гомологии, как у точки. То есть, здесь, во всех этих суммах, на самом деле, просто, ну, вот, все, что выше первой строчки, это нули, потому что там в точке нет ничего. А первая строчка здесь будет в каких-то количествах. Значит, да. В каких-то количествах, причем это будут, на самом деле, даже понятно, в каких количествах. Значит, здесь зепы, здесь зепы, здесь нули. Количество, значит, соответствует, сколько у нас там, здесь, сколько у нас не пустых улитров. Ну, здесь мы считаем, что все улитры не пустые. Здесь просто единица за n. То есть, как бы, эти зепы соответствуют самим элементам покрытия. Эти, всевозможным пересекающимся парам, значит, ну, как бы, по всем улитам пересечь уже не пусто. Так, не пусто. Или, при условии, то же самое, что и жи, это симплекс, ну, я правильно пишу, симплекс нерва, да, то есть, по определению. Здесь будет по всем тройным симплексам нерва и так далее. Это все, да, в нулевой строчке, да, это нулевая строка. А во всех прочих, да. Вот, ну, а теперь заметим, что, значит, смотрите, что мы сделаем. Мы, как бы, на каждой симплекс нерва повесили z-code. Это значит, что мы просто взяли соответствующую группу специальных цепей комплекса АК. Да. То есть, на самом деле, здесь стоят... Ну, и если учесть, что дифференциал действительно такой, как там написано, то... Ну, это пока модельного уровня групп, ну, а дифференциалы, да, дифференциалы тоже. Ну, поэтому, на самом деле, многие пустоты. Ну, и теперь, да, если учесть, что вот здесь вот все эти знаки выбираются в танчиках при определении, собственно, дифференциала в специальном комплексе К, то, как раз и окажется, что вот эти дифференциалы все... Ну, да, надо, конечно, сказать, что там, как гомологии, там, точки отображаются в гомологии точки, это тоже понятно. Ну, соответственно. Поэтому, вот здесь вот возникает просто симплециальный дифференциал. Ну, и значит... Ну, и значит... Давайте... Давайте посмотрим... Значит, по второму... На второй странице мы получим просто вот симплециальная гомология уже К, значит, где два... Ну, при Q не равном нулю, нам не интересно, там все нули стоят. При Q равном нулю, Ну, это просто получаются гомологии... Ну, такие, как симплециальные гомологии... Мира. А... Ну, и с другой стороны видно, что спестральная доследовательность вырождается, потому что все дальнейшие дифференциалы нулевые. Поэтому здесь это будет то же самое, что и нуль бесконечность. Ну, ну, а из общего из общего соображения, вот то, к чему мы в пределе должны перейти, это гомология и самология. Ну, это вот, как же, такой вот пример. Они все вроде бы простые, но вот интересные такие штуки уже получаются. Но это только все на поле? Нет. Да. Мы знаем, что у нас все стремится к fpx. А, вот опять же, вот то же самое соображение. Мы смотрим, как бы, по диагонали, вообще говоря, таких последовательных факторов, но там только один нитривиальный нитривиальный модуль, и, значит, он не будет. Да, понятно. Да. Вот это D, это сибилициальный десенциал. Нет, десенциал, да. Это, вот, получается, в точности он. То, 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 как бы, определение, которое тут большое, было написано, ограничить на точек, вот все сети пересечения, это точка, то получится просто обычный сибилициальный десенциал. Так, он и определяется. Ну, получается, в таком случае. Да.